Привет, ты на канале Прагавта. Привет. Сегодня у нас футбольный выпуск. Наш кодиак пилотирует Анатолий Домбровский, основатель Автолиги. 11 лет уже существует турнир футзальная Автолига. 10 лет у нас есть команда Шкода Клуб. Мы принимаем участие в этом турнире. Сегодня поговорим о федерации футзала Автолиги, о планах на следующий год. Поехали? Поехали. В Киеве популярный футзал? На сегодняшний день достаточно. Я бы даже сказал, больше, чем футбол. По популярности игры, по количеству команд, турниров. Официальной статистикой я, конечно, не владею, но так, навскидку, зная количество турниров и людей, тех, кто играет, то, я думаю, порядка 400-500 команд должно быть. Это 5000 молодых парней? Да, может и больше. 10 человек на команду это зачастую мало. 15 человек, где-то 20 человек, как уже организовывают свой проект. Поэтому даже до 10 тысяч активно, постоянно играющих. То есть, каждые выходные на том или ином поле в городе Киеве, принимающих участие в спортивной жизни, тем самым и себя держа в тонусе. Под какой эгидой все эти турниры проводятся? Ну, официально это федерация футзала города Киева. То есть, есть ряд турниров, которые сейчас не подчиняются федерациям. Не подчиняются, не совсем правильно сказано. То есть, они еще не пришли к этому. Мы когда-то, когда автолига только начиналось, то мы пытались сами. Мы сами писали регламент, сами выносили дисциплинарные санкции. Твои клиенты, назовем это так, если брать параллели с бизнесом, твои клиенты это команды, команды, руководители этих команд. Когда ты начинаешь на фоне вот этих дисциплинарных санкций вступать в острые отношения с ними, это в любом случае неприятно. Ты портишь, скажем так, сразу же отношения с клиентами. Ну и в свое время, там спустя несколько лет автолиги, мы начали работать с федерацией и пришли к тому, что есть пройденный дисциплинарный комитет, у которого есть нормативная база, по которой выносят эти дисциплинарные санкции. Да, команды могут быть с ними не согласны, но извините, это КДК, рассмотрели, приняли, есть буква закона. Вы хотите играть, играйте по правилам. Не хотите играть по правилам, ну извините, тут уровень такой, при котором надо соответствовать. И поэтому сейчас нет никаких проблем, то есть нарушил человек, получил наказание, отсидел его спокойно и дальше может себе играть. А раньше это приводило к серьезным конфликтам между организаторами, командами, то есть лучше от этого не было никому. Сколько лет уже Автолиге? Автолиге уже 11 лет. 11 апреля 2008 года была, скажем так, рождена мысль про Автолигу. Раньше, 11 лет назад, не было соцсетей, там Facebook, ВКонтакте и все остальное, еще было рано для этого. И тогда были популярны очень на то время форумы. В Киеве, знаю, когда тоже в это течение, когда начиналась Автолига, я как раз через форумы познакомился с Автолигой сам лично. Тогда на форумах могли сидеть, так как сейчас люди в Facebook сидят листать ленту, точно так же сидели люди на форумах. Они приезжали на работу, чашка кофе, зайти пообщаться, кто-то там техническую часть по автомобилям, то есть форумы автонаправленные, кто-то там просто анекдоты почитать, пообщаться, кто-то про встречи какие-то, встречались с одноклубниками в реальной жизни, то есть общались. И вот на базе этих форумов тоже какие-то организовывались группы по интересам. Учитывая, что футбол популярный вид спорта и спортивные ветки тоже везде фигурировали, так и возникла идея. У Виталика Скрипая, это один из основателей Автолиги, возникла идея, что давайте сделаем между автоклубами турнир по футболу. Тогда вот Виталик Скрипая в Хюндай-клубе был, Вова Лещинский, Альфа Ромео в клубе. И они весной встретились и решили, давай. И начали вот эту деятельность. А у меня тогда, 11 лет назад, только первая машина тоже пошла на курсы вождения. У отца была копейка еще. Ну и что ж, давай изучать сразу про машину, техническую часть. Что куда-как увидел форумы, на форуме увидел тоже тему о создании вот такого проекта, как Автолига. Все, сразу там за пару недель собрали команду. У нас в клубе все прошло очень, назовем это демократично, был президент клуба, тоже Андрей Кузиненко-Вазовского. И тоже, давайте же соберем команду. А так как я первый предложил, соберем команду, он говорит, о, давайте, вот ты назначаешься капитаном, все, собирай. И вот так оно все пошло. Спустя неделю познакомился с нынешним своим кумом, тоже мы уже 11 лет параллельно идем, вместе там и в футбол играем, пытаемся как-то развиваться. Помимо своих хороших, дружеских, скажем так, не поводить слово, родственных отношений, пытаемся там еще куда-то деятельностью заниматься. То есть параллельно по жизни, так скажем так, идем. Вот это мы тогда познакомились и начали вдвоем формировать эту команду. Сколько было команд в первый сезон в автолиге? Первый сезон это было шесть команд. Ты сейчас так вспоминаешь, ностальгия сразу. Шесть команд, обычный школьный зал, который, ну, у меня ребенку сейчас 8 лет, для него, наверное, это маленький зал уже. А мы здоровые дядьки, которым там по 30 лет было, по 40 лет, в этом маленьком зале шесть команд, судят капитаны команд. Ну, то есть, не то что аматоры, даже не любители, я не знаю, как назвать это, группа людей, группа здоровья, которая собралась просто в зале с каких-то разных клубов и определить лучший футбольный клуб, автоклуб в столице. Ну, тогда вот как-то так оно все начиналось. Но не заглохла на этом, был следующий год? Проходил чемпионат уже, на первом этапе, вот Виталик Скрипай, он занимался, скажем так, организационной деятельностью, а в оба более технической. Сайта еще не было тоже, кажется, все на форумах было, создали там какой-то свой форум автолите появился в первом сезоне. На коне ошибок уже сразу смотрели, что надо менять. То есть арбитры, арбитры, капитаны команд, постоянно, если где-то какая-то сложная игра, то сразу возмущение, то есть, что вот неправильно судили, значит, сразу вывод какой, что нужны независимые арбитры. Правила, да, там какие-то придумали, где-то знали, подсмотрели в футзале, вот так, договорились, все, на встрече капитанов. Но надо все-таки, какой-то документ был, по которому был все руководствовец, надо регламент. И вот на протяжении этого короткого сезона, сезон 6 команд, там в два круга играли, если не ошибаюсь, то буквально сколько там, 10 туров отыграли, то на протяжении этого сезона встречались, уже пытались продумывать регламент, идеи, как улучшить, то есть понимали маленький зал, это тоже уже сразу, достаточно быстро пришло, понимали, что маленький зал, надо чуть-чуть уже комфортнее, какие-то условия. И по завершению, в феврале, если в ноябре начался, в феврале закончился первый сезон, и то он такой, достаточно растянутый был. Ну, уже начали с февраля, с марта начали искать уже такой новый зал. Новый зал, думать о регламенте, искать в инфизе, перед вторым сезоном решили, что будем искать, где же их искать, этих арбитров. Федерация тогда еще тоже футзала не настолько развита была, но и вот как-то так положилось, что автолига развивалась параллельно с федерацией. То есть федерация мощнело росла, и росла автолига. То есть федерация еще арбитра, мы тогда не сильно знакомы были с федерацией, мы понимали инфизм, наверное, что там учат арбитров. Поехали туда, пообщались на кафедре футбольной. И там нам выделили несколько человек, что вот, да, будут судить. Революция вот этого, скажем так, зал, это тоже свое направление эволюционирования автолиг. То есть если первый сезон школьный зал, второй сезон мы уже перешли, нашли зал на метро Лукьяновская, на Мирниково 4, это зал Сокол. То есть из всех за 11 лет это был самый уютный, наверное, зал. Он был не совсем комфортен для участников, потому что там был узкий он был, и зимой были проблемы, где-то подтекала крыша, все остальное. Но для участников есть трибуна, рядом скверик, после игры пошли, посидели командой, коллективом, и плюс тогда во втором сезоне было достаточно много. Клубное движение, оно было развитое, оно за собой влекло поддержку от клубов. То есть приезжали не только игроки там, или их родственники, или знакомо посмотреть, а плюс с клуба ехали, ну, абсолютно незнакомые люди, которые приезжали поддержать команду, там делали клайки и все остальное. После этого, после игры могли себе в нормальной обстановке в скверике посидеть, пообщаться, обсудить и результаты игры, поговорить на какие-то свои темы, то есть было, ну, атмосфера такая была достаточно комфортная. Но с другой стороны, если для болельщиков было комфортно, то для нас, как организаторов, не очень, потому что появилось большее количество команд. То есть там, второй сезон был, не знаю, 12 команд во втором сезоне было, арбитров еще профессиональных нету, игроки появляются уже хорошего уровня, то есть уже начинаются амбиции, там, просто первый сезон выиграла Хонда, они увидели, уже начинала под конец сезона тренироваться команда и Мазда, и Шкода, и Хонда видит, какие там, подбирается коллектив, понимает, что надо, чтобы отстоять свои позиции, надо тоже усиляться, начали выше уровня подбор игроков. Это опять создало сложности в регламе, то есть команды некоторые идут по одному пути, что вот мы собрались там на форуме, там, кто как умеет, так играет, а некоторые идут по пути, что мы хотим выигрывать трофеи и пока нету регламента, мы будем этим пользоваться, почему-то мы будем брать профессионалов, которые будут обыгрывать на одной ноге половину участников. Вернувшись к залу, вот был Сокол самый комфортный, после Сокола мы еще улучшили, мы начали уже более тесно общаться с Федерацией футзала, мы перешли в КПИ, это, я считаю, один из лучших залов там 3-4 года, кажется, были в КПИ, а потом уже, когда Федерация футзала тоже разрослась, начала тесно становиться в залах, то есть, ну, хочется давать качественные продукты команды, чтобы комфортно себя чувствовали, играли в хорошем просторном зале, с раздевалками, с трибунами, и, соответственно, команд стало очень много, а времени в зал, ну, не растянешь его, есть дневное время, вот его используют, и поэтому мы ушли немножко там, ну, пошли на компромисс и ушли с КПИ внук. Он, в принципе, для игры настолько же комфортно для команд, как КПИ, мне даже там уютнее, как-то играть, что-нибудь там такое, много пространства лишнего, ну, для болельщиков хуже. Ну, учитывая, что у нас там последние годы ездят больше родственники, то есть, нету такого там фан-сектора и все остальное, то нормальный получился вариант для проведения авталии. В прошлом сезоне сколько было команд? В прошлом сезоне 10 команд у нас играло. Да, 10 команд. В принципе, для такого формата, в каком оно сейчас последние годы проходит, для такого формата очень даже нормальное количество. Объясню, почему. Было бы больше команд, надо уделять больше времени. Сейчас авталии – это больше хобби. Бизнесом я ее никогда не называл и пока не вижу, как называть. То есть, для того, чтобы это был бизнес, это надо, чтобы работать уже по формату федерации. То есть, это штат сотрудников, это люди приходят на работу, занимаются кто-то рекламой, маркетингом, кто-то проведением турнира. А здесь же, наоборот, люди собирались там отдохнуть, увидеть знакомых, поиграть в зал и определить лучшую. То есть, тонкая грань, например, у нас тонкая грань в чем. То есть, можно пойти по пути федерации или отдать проект авталига федерации. Федерация будет заниматься, проводить чемпионат с любым допуском, но тогда потеряется сама суд. Авталига всегда была таким семейным турниром и, я надеюсь, сейчас остается. Мне спустя 11 лет я увижу в городе кого-то там из любой команды, я буду рад видеть и поздоровывать. Мы сядем, выпьем по чашке кофе, пообщаемся, будет о чем поговорить. Участие платное в авталиге для команды? Платное, да, но это платное, там 90, 90, может даже больше процентов это идет на обеспечение проведения. То есть, основной 30% взносов команд это зал. Залы сейчас не дешевые, оно опять же дорожает из года в год то кому слуги, какие-то, то аренду люди смотрят по рынку, а вот эти подняли и мы поднимем цены. Зал не дешевый, 30% это все же аренда. Потом у нас пакет услуг достаточно большой, то есть, есть турниры, где больше команд, но нету ни фото, нету ни видео. У нас мы там за год и шли, из года в год пытались улучшать. У нас сейчас работают одни из лучших фотографов спортивных в Киеве. У нас с операторами тоже годами налажена какая-то работа, мы пытаемся делать какие-то новые плашки, то есть, видеообзоры очень хорошего качества. Не так нарезали и бросили, смотрите, вот куски голова. Есть титры, какие-то составы, логотипы. Мы тут пытаемся давать какой-то достаточно качественный продукт, выходя из тех возможностей, которые у нас есть. То есть, пакет услуг достаточно широкий и в связи с этим взнос может там с года в год увеличиться. Но опять же, я смотрю, я его сравню, я могу сравнить с взносами чемпионата города, другие турниры. Они у нас ниже. Где команды берут деньги на взнос? Большинство участников это сами. Сами вот, участники сами себе со своей зарплаты, со семейного бюджета достают, не рассказывая женам зачастую, потому что надо деньги какие-то вкладывать. Даже не только взял и взнос сдал, это купи себе обувь, купи форму, проплати тренировки зачастую. Поэтому зачастую сами, но есть и такие команды, вот, пример, Шкода, Аспрага и Авто, и у них есть поддержка от дилеров. То есть, это тоже хороший такой тандем, который и команде облегчает жизнь. То есть, не надо там тратить свои финансы и плюс, мне кажется, и дилеры получают от этого результат в плане того и рекламы, и плюс там трофейный зал, когда стоит в автосалоне, это тоже круто. Для того, чтобы было больше команд, нужно автолиге больше работать с автосалонами или с импортерами? Банально, нужно проводить предсезонную работу, но для этого надо, как я говорил уже, то есть, заниматься этим с утра до вечера. Ты чем-то еще занимаешься? Вот работаю, да, работаю в компании Сэвэкспорт Украина, руководитель отдела по работе с клубами и федерациями. И вот поэтому автолия как хобби, а человека, который на безоплатной основе мог бы там уделить еще какой-то кусок своего времени, заняться рекламой или сделать презентацию для автодилеров или автокомпаний, такого нет. Планы на следующий сезон? Сколько ожидаешь участников? Для начала хотелось бы не потерять тех, что были. Действовать было бы нормально, но опять же, мы еще не начинали подготовку, скажем так, не начинали рекламную кампанию какую-то. Будет больше, было бы неплохо, я думаю, нашли бы куда их принять, исходя из того, что проблема все-таки по залам, по времени в залах существует, но думаю, придумали бы что-то. 4 плюс 1, формат такой же? Да, футзал, но сторонники футзала. Сейчас популярен становятся и в столице, и по Украине пытаются двигать мини-футбол, то есть есть там и федерация европейская. Украина планирует принимать чемпионат? Да, Украина будет принимать по мини-футбол, то есть эта популярность начинает пользоваться, другие форматы, то есть там ряд, лет больше, 5, наверное, существуют, там турниры, как в Киеве, 8 на 8 играют, это тоже мини-футбол, одна из разновидностей футбола, но мы все-таки сторонники и будем придерживаться пока футзала. Футзала, почему это уже такое что-то более традиционное, что ли, если мини-футбола такая, в моем понимании это новинка какая-то, есть разные форматы, там 6 на 6, 8 на 8, то футзал, это уже есть какие-то правила, есть какие-то уже постоянные турниры и международные, и европейские, и национальные, то есть это уже что-то понятное, что-то четкое, четко представляемое. Поэтому мы 4 плюс 1 все-таки оставляем, мы будем идти по этому пути формата. Хотел бы тоже, опять же, рассказать про наш формат, такая слегка интересная, смешная история. Мы ввели 4 года назад, если не ошибаюсь, ввели новый подход. Если изначально мы играли в два круга, сколько бы не было команд, мы играли в два круга и определяли чемпиона. То есть, каждая с каждой командой сыграли один круг, потом повторно еще раз. То 4 года назад решили, там начало уменьшаться количество команд, плюс надо было скорректировать и взнос, чтобы не сильно большой был, потому что в два круга там много матчей, а каждый матч стоит денег, и команды начали давать и как-то дешевле. Решили думать, какой же формат. Придумали формат, спустя год этот же формат себе берет, ну, на 90% похожий формат себе берет Премьер-лига Украины по большому футболу. То есть, играется в один круг каждая с каждой, делится на группы, потом в группах тоже своя пулька, разыгрывается. Ну, у нас еще полуфиналы были для большей зрелищности. И этот формат себя оправдал чем? Потому что раньше была, команда отыграла до Нового года, допустим, там 10 матчей, она внизу турнирной таблицы болтается, и начинается у руководителя команды проблемы. Нету людей на игры, не с кого собирать деньги, чтобы закрыть взнос, то есть, ну, из года в год это повторялось. А сейчас на каждом этапе, то есть, ну, ты до последнего, у тебя есть какой-то стимул играть. Даже если ты там, у футболистов ниже, чем у лидеров чемпионата, ты на финише можешь даже побороться за медали. Почему? Если ты вылетел в группу ниже, ты опять же играешь в следующий этап, борешься за то, чтобы с этой группы выскочить. Есть такая возможность и попасть в плей-офф, в котором играют за комплекты медалей. На каждом этапе есть интерес, и нет такой проблемы уже, что там люди не хотят ехать, потому что какая мотивация, что ехать и там податься за внизу турнирной таблицы. Партнеры на следующий сезон уже определены у тебя? Ну, я надеюсь, у нас ничего не поменяется с нашим стабильным. Уже долгие годы партнером это компания Select, которая обеспечивает нас и мячами, и инвентарем, там манишки, заморозки, все остальное, и на награждение также она представлена. Плюс у нас тоже хороший партнер Прага Авто, они и участвуют, ну и плюс не ограничиваются на поддержке своей команды, то есть готовы помогать. Интересный проект, готовы, почему бы не помочь, называется, и готовы поддерживать и Прага Авто, и нас также. Ну и не совсем, наверное, партнер, а, скажем так, наставник, что ли, это Федерация Фудзала. То есть Федерация Фудзала, вот работая в связке с Федерацией Фудзала, это турнир получает какое-то качество и статус. То есть, если ты не подвиги до Федерации Фудзала, да, ты можешь делать хороший какой-то продукт, но это непрофессионально. При Федерации Фудзала у нас есть общий, у Федерации есть штат сотрудников, там, арбитры, доктора, операторы, фотографы. Они работают все в одной обойме, все в единой системе и турниры, которые снимут, как Автолига, как Банковская лига, турниры, которые под егидой проводятся, то есть, это все в единой системе, есть единая картинка, какая-то, единый пул, который создает жизнь киевского фудзала. Семью я могу смело, наверное, свою называть футбольной. У нас еще, как говорится, история повторяется, что также у нас в семье когда-то отец в свое время тоже играл на аматорском уровне, но был на хорошем счету, там и в селе, в котором он родился, на район были чемпионаты по Сент-Киеву, в Киеве переехал среди строительных компаний, играл в турнирах, ну, а матч как-то так, прохладно относилась к этому увлечению, ну, футбол, да и футбол. Потом, уже даже скорее, когда появился брат младший, начал там заниматься футболом, первые сборы, у мамы слезы, так как это, куда это отпускать, все, отпустила, пережила, поехали этот, потом начались турниры, тренировки, турниры международные, и вот она увлеклась, сейчас, например, вечер не проходит без того, как она пока не пролистает это ленту Facebook или сайты, там, в Disney он сейчас играет, пока не пролистает, новостные все выдержки, все, она спать не ложится. То же самое у меня получилось и с женой тоже, мы познакомились, ну, у нее семья, к футболу малое отношение имеет, точнее, вообще никакого, ну, и она там, футболную играет, а я, как-то, были у нас где-то там, гуляем вечером, были у нас разговоры, говорю, понимаешь, у меня, футбол это, очень большая составляющая жизни, то есть, это больше, чем увлечение, чего, потому что футбол немного дал, мне дал знакомый, авторитет какой-то в школе, то есть, я там, в сборную школы входил, играл, это уже определенный статус, потом в университете, там тоже познакомился с разными людьми, там играл в университете, там опять же, автолига, то есть, опять все футбол, кум, с кумом познакомиться, тоже на теме футбола, ну, хорошие отношения, работа, сейчас опять связана с футболом, ну, что, ну, без футбола, я не знаю, как бы там могла сложиться с жизнью, чтобы вообще происходило, ну, и то же самое с женой, то есть, она там футбол, футбол, и твой футбол, а там сейчас сын, пошел, начал заниматься, я сейчас, как сейчас помню, ее первые слезы, когда он там первый гол забил, когда они первую игру выиграли, ну, сейчас после этого у нее уже какой-то, сегодня тоже, ну, сейчас мы пока ездим, а у них там турнир короткий, на несколько дней, сейчас, он повезла его, стоит на матчах, там возмущается, что что-то он плохо играл, или еще что-то такое, ну, то есть, уже тоже, не безразличное это все направление, ну, и плюс, вот это сейчас у нас основной акцент, скажем так, и с футболом связанный, это, что младший брат, он отыграл уже и в Арсенале, был лидером Арсенала, сейчас вот перешел в Дисну, они второй год в премьер-лиге, и, насколько я уже знаю, сейчас задачи бороться за Еврокубки, поэтому хочется и Дисне успехов пожелать, и младшему, и в их рядах, чтобы я играл в Еврокубках, да, возраст еще позволяет и за сборную зацепиться. Как тебе ехалось с нами? Спасибо за возможность покататься на таком хорошем автомобиле, он явно попадет в шорт-лист при моем следующем выборе. Супер. А у Автолиги для Праги Авто также скромный подарок в преддверии предстоящего сезона. О, спасибо большое. Ждем вас в очередном сезоне Автолиги, а другие компании также приглашаем в участие, если вы любите футбол. Приглашаем. С октября. Заявки. Ссылка на сайт Автолиги в описании к этому видео. Если у вас есть вопросы к Толику, пожалуйста, пишите в комментариях, мы ответим на все вопросы. До новых встреч на канале Прагавта. Субтитры подогнал «Симон» и 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 «Симон»» и «Симон» и «Симон» и «Симон» и «Симон» и «Симон»» и «Симон» и «Симон» и «Симон» и «Симон» и «Симон»» и «Симон» и «Симон» и «Симон» и «Симон»» и «Симон» и «Симон» и «Симон»» и «Симон» и «Симон» и «Симон